Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более ста тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. Действие романа происходит в небольшом фабричном поселке где-то в России в начале 20 века. В Слободке проживают рабочие местные фабрики вместе со своими семьями. Вся их жизнь строится вокруг предприятия. С фабричным гудком они просыпаются, отправляются на работу и только поздним вечером возвращаются домой. По праздникам люди ведут разговоры только о предприятии, часто выпивают, а порой даже дерутся, изрядно перебрав со спиртным. На фоне окружающих людей выделяется один молодой работник – Павел Власов. В праздники он ходит в город и возвращается домой с книгами, после чего много читает. Его мать, вдова Пелагея Ниловна, не понимает увлечений сына и постоянно спрашивает его, зачем ему все это. Сын всегда говорит ей, что на самом деле ищет в запрещенных книгах правду. Самое страшное, что если кто-нибудь найдет у него эти книги, молодому рабочему грозит тюремный срок. Спустя какое-то время по субботам в дом Власовых начинают приходить товарищи Павла. Среди них Андрей Находко, как он говорит, приехавший в поселок совсем недавно для работы на фабрике. Несколько слободских парней, также занятых на производстве. Еще несколько людей из города. Молодая учительница Наталья, съехавшая от богатых родителей из Москвы. Николай Иванович, который иногда подменяет Наташу и делится своими знаниями с работниками. А также Сашенька, худая и бледная девушка, что, как и Наталья, ушла из семьи. Власов влюблен в Александру, и та отвечает ему полной взаимностью. Но молодые люди не могут жениться, поскольку считают, что это может повредить делу, в которое они верят. Имея семью, нельзя должным образом посвятить себя революции. Каждую субботу собравшиеся читают исторические книги, поют песни и обсуждают тяжкую долю простых рабочих. Именно на одной из подобных встреч мать Павла впервые слышит незнакомое ей слово «социалисты». Пелагея Ниловна со временем начинает испытывать симпатию к Андрею Находке. У мужчины также появляются теплые чувства к одинокой вдове. Андрей даже ласково зовет ее «Ненько» и говорит, что Пелагея напоминает ему его собственную мать. Через какое-то время в Ласово предлагают Находке переселиться в их доме, и тот, недолго думая, соглашается. На фабрике то и дело начинают появляться листовки с призывами для рабочих отстаивать свои интересы. Там говорится о стачках на заводе в Санкт-Петербурге и несправедливых условиях труда, царящих на производстве. Пелагея Власова понимает, что за появлением листовок стоит ее сын. Она очень гордится им и в то же время боится того, что может с ним случиться, если кто-то обо всем узнает. Вскоре в дом Власовых наведываются полицейские с обыском. Мать очень пугает происходящее, но она всеми силами пытается не подавать вида. Слуги порядка тем временем не находят ничего запрещенного. Павел и Андрей, предупрежденные об обыске заранее, вовремя вынесли все запрещенные книги. Впрочем, это не помешало полиции взять Находку под стражу. На следующий день рабочие и фабрики видят объявление о том, что из каждого заработанного ими рубля правление вычтет одну копейку. Собранные деньги должны пойти на осушение болот вокруг фабрики. У работников подобное решение вызывает лишь негодование. Некоторые из них решают обратиться к Павлу за советом. Власов просит мать отнести письмо с описанием проблемы в городскую газету. Сам он тем временем отправляется на фабрику и возглавляет стремительно назревающий митинг. Павел в окружении рабочих требует директора отменить несправедливый налог. В ответ начальник приказывает всем вернуться к работе, и люди беспрекословно его слушаются. Власов подавлен и расстроен случившимся. Он считает, что не сказал нужной правды, и потому народ ему не поверил. Той же ночью его дом вновь посещает полиция, и в этот раз под арест забирают Павла. Несколько дней спустя Пелагию Ниловну посещает Егор Иванович, один из участников собраний, что ее сын устраивал у них дома. Мужчина говорит матери, что помимо Павла власти арестовали еще 48 работников фабрики. Он также уверен в том, что распространение листовок должно продолжаться. Пелагия предлагает для этой работы свою кандидатуру. Чтобы тайно проносить листовки, она устраивается помощницей к своей подруге, что торгует обедами для рабочих на фабрике. Каждого человека, проходящего на предприятие, тщательно обыскивают, но героине все же удается пронести с собой несколько листовок, после чего она отдает их работникам. Андрей и Павел наконец-то выходят из тюрьмы. Впереди их ждет праздник 1 мая. Павел решает нести красное знамя во главе колонны демонстрантов. За это его, возможно, вновь отправят под арест, но молодого человека такая перспектива ничуть не пугает. Утром 1 мая Власов и Андрей идут на площадь, где собирается достаточно большое количество людей. Павел, держа развивающееся знамя в руках, начинает свою речь. В ней он называет всех собравшихся членами социал-демократической рабочей партии. Он также говорит о том, что сегодня они поднимут знамя свободы, разума и правды. После этих вдохновляющих слов колонна начинает свое движение по улицам свободы. Спустя какое-то время навстречу демонстрантам выходит взвод солдат. Колонну быстро окружают и останавливают ее ход. Павла и Андрея вновь берут под стражу. Все это происходит на глазах у Пелагеи, после чего она идет домой одна со сломанным древком знамени в руках. Всю дорогу женщина думает о том, как хочет донести до всех желания своего сына. Она считает, что молодые люди идут за правдой и хотят лишь лучшей жизни для всех. Несколько дней спустя Николай Иванович забирает Пелагею Ниловну к себе в город. Он обещал сделать это, если Андрея и Павла арестуют. Так все и случилось. Оказавшись в городе, мать революционера решает заняться активной подпольной деятельностью. Заручившись поддержкой сестры Николая, Софья и Пелагея начинает разъезжать по городам. Там, маскируясь то монашкой, то торговкой, она распространяет запрещенные книги и газеты. Героине нравится ее работа. Она видит, как страдают и голодают люди вокруг нее. Своей работой она хочет изменить для них хоть что-то. Каждый раз, возвращаясь обратно, мать ходит на встречи с сыном в тюрьму. Однажды в одной из таких посещений Пелагей передает ему записку, где описан план побега для него и его товарищей. Но Павел больше не хочет никуда бежать и ждет суда. В назначенный день проходит заседание, куда допускают только родственников подсудимых. Мать предполагает, что процесс будет сопровождаться сплошными спорами и выяснениями истины, но вопреки ее ожиданиям все проходит спокойно. Судьи относятся к происходящему безучастно, свидетели говорят обо всем неторопливо и скучно. Даже речи прокурора и адвокатов не находят в душе Пелагея отклика. И вот наступает черед говорить ее сыну. Павел говорит о том, что их всех зря судят как бунтовщиков, ведь таковыми они на самом деле не являются. Власов и его товарищи социалисты, и они всего лишь желают отдать всю власть народу, запретить частную собственность и сделать труд обязательным для всех и каждого. Слушая речь сына, мать проникается его идеями и чувствует невообразимую силу во всех его словах. В итоге суд приговаривает подсудимых к ссылке на поселение. Сашеньку ждет тот же приговор, и она хочет, чтобы ее поселили в местности рядом с Павлом. Пелагея Ниловна обещает навестить их в ссылке и надеется, что к тому времени у них уже родятся дети, и она сможет понянчить своих внуков. Дома Николая Иванович сообщает героине о том, что речь ее сына хотят распечатать. Мать вызывается доставить листовки со словами Павла в другой город. На перроне она замечает человека, который кажется ей очень знакомым. Пелагея вспоминает, что видела его в зале суда и около тюрьмы. Героиня понимает, что попалось. Мужчина тем временем подходит к сторожу и что-то шепчет ему, указывая при этом на Пелагею. После чего охранник подбегает к матери и кричит ей. Воровка! Героиню очень возмущает происходящее. Она достает из чемодана прокламации и, раздавая их окружающим, кричит, что никакая она не воровка. После чего Пелагей говорит всем, что это речь ее сына, которого судили вчера вместе с товарищами за политические взгляды. Тут появляются полицейские и, расталкивая столпившихся людей, стремительно приближаются к матери. Затем один из них хватает женщину за горло и не дает ей что-либо сказать. Героиня хрипит. Кругом начинается полнейший хаос. Где-то в толпе слышится рыдание. И уже не ясно, что происходит дальше с матерью революционера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова